Позволю себе с высоты культурной политики противоречить вам. Дело в том, что, понимаете, вот, ну, не бытие определяет сознание, да, точно уж, и идеи правят миром. Так вот, Донбасс и вообще вот Украина, которая в руинах находится уже 20 лет, по большому счету, Донбасс просто вскрыл те раны, которые касаются не только Донбасса, а всей Украины. У Украины, я уже сказала, есть неограниченный потенциал, это человеческий ресурс, который ретранслируется потом в креативный класс, и который в результате делает креативную экономику. Это внутренний ресурс страны. Это неограниченный ресурс, который не требует никаких внешних инвестиций. Он просто требует интеллектуальной мобилизации правительства для того, чтобы сделать, ну, скажем, оформить, выработать такую государственную политику, такую систему регуляции в виде культурной политики, которая бы создала максимально сприятловие умовы для развития креативного класса. И вам никакие миллиарды не нужны будут. Понимаете, мозги не за какие миллиарды не купишь. И я бы хотела завершить, пользуясь случаем, передать привет от своих донецких друзей-философов, которые сейчас вынуждены эмиграцией в Киеве находятся, которые стоят на той позиции, что ситуация с переселенцами надо расценивать не как бедствие, а как шанс, потому что происходит очень большой вот этот вот микс. Потом это те люди, которые... Оксана, мы должны заканчивать, простите. Хорошо. Поставьте точку. Да, я хочу сказать, что... Передать слова своих донецких друзей. Донбасс умер, да здравствует Азова, Донеччина, и мы должны строить абсолютно новую, новую Украину с потенциалом украинского креативного класса и с мобилизацией интеллектуалов Украины. Спасибо. До свидания.